Договор о коллективной безопасности Для утверждения на сегодняшней сессии Совета коллективной безопасности подготовлен солидный пакет договоренностей, в их числе итоговая декларация и заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства. Понятно, что в непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса, пришлось в первоочередном порядке заниматься решением острых вопросов в области здравоохранения, в социальной и экономической сферах. Отмечу, что государства-члены ОДКБ наладили самое тесное взаимодействие в борьбе с инфекцией. Оказывали и оказывают друг другу помощь и поддержку. В частности, Россия поставила союзникам по ОДКБ медицинское оборудование, технику, тест-системы, средства индивидуальной защиты. В странах-участницах договора работали группы российских специалистов-медиков и эпидемиологов. В настоящее время прорабатываются вопросы поставок в государство ОДКБ российской вакцины «Спутник Ви» и ее возможного совместного производства в ваших странах, уважаемые коллеги. Это касается и двух других наших вакцин, в том числе эпивак-короны, которая также прошла регистрацию. Важно, что, несмотря на особые обстоятельства, работа по приоритетным для ОДКБ направлениям осуществлялась в плановом режиме. В течение года состоялся целый ряд значимых мероприятий, включая заседания Совета министров иностранных дел и комитета секретарей Совета безопасности. Кроме того, впервые в сентябре в Москве прошло совместное заседание министров обороны государства ДКБ, а также Сотружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества. Рассчитываем, что встречи в таком расширенном формате станут регулярными, поскольку позволяют лучше координировать позиции в военно-политической сфере с нашими ключевыми партнерами. И, кстати, перспективно считаем возможность предоставления странам, желающим поддерживать регулярные отношения с ОДКБ, статусов наблюдателя и партнера. В текущем году продолжена практика военных учений, нацеленных на наращивание оборонного потенциала организации, совершенствование боевой выучки, слаженности и мобильности коллективных сил ОДКБ. В августе в России состоялось учение с задействованием сил и средств материально-технического обеспечения войск «Эшелон-2020». В октябре в Белоруссии командно-штабные учения «Нерушимое братство-2020». Уважаемые друзья, обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойной. Имея в виду вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт проявлено Нагорного Карабаха с участием государственных членов ОДКБ, а также послевыборные события в Белоруссии, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне и внутриполитическую ситуацию в Киргизии тоже имея в виду. Всем хорошо известно, что потребовались активные посреднические усилия России, чтобы остановить кровопролитие в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. При этом мы следовали ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности, между ее сопредседателями – Россией, США и Францией. В настоящее время трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется. На линии соприкосновения и вдоль Плачинского коридора размещены российские миротворцы. Теперь важно сообща оказать помощь пострадавшим в районе людям, в районе боевых действий, оказать помощь в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, с защитой памятников истории, религии и культуры. Российская сторона в координации с Ереваном и БАПУ уже занимается всеми этими вопросами. Естественно, мы заинтересованы в подключении к гуманитарным усилиям всех наших партнеров ОДКБ и СНГ. Обсуждаем также возможности сотрудничества с другими международными организациями. Хотелось бы с удовлетворением отметить, что в течение года государства-члены ОДКБ продолжили взаимодействовать в борьбе с терроризмом и оргпреступностью. Успешно функционировала профильная рабочая группа при Комитете секретарей Советов Безопасности ОДКБ. Правоохранительные органы и спецслужбы регулярно проводили оперативные мероприятия. Налажен также обмен информацией в связи с угрозой возвращения боевиков-экстремистов из горячих точек. Организованы две спецоперации «Наемник» с целью выявления террористических группировок, нейтрализации их ресурсной базы, предотвращения гребов и новых сторонников, в том числе с использованием интернета и социальных сетей. В этом году подготовлена обновленная антинаркотическая стратегия ОДКБ до 2025 года. Вся деятельность ОДКБ в этом году проходила под знаком 75-летия юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Военные подразделения государства ОДКБ участвовали в параде Победы на Красной площади. Мы признательны союзникам по организации за поддержку выдвинутых России на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправдания нацизма в любых его проявлениях. Все члены ОДКБ стали соавторами российского проекта, соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Убежден, необходимо и далее действовать солидарно. Защищая память о Великой Победе, о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнилых жертв, которых был спасен мир от нацизма. Это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и четкий сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств, членов нашей организации и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность. Уважаемые коллеги, очертил основные направления совместной деятельности государств, членов нашей организации и рассчитываю на заинтересованную дискуссию как по упомянутым мною вопросам, так и по другим проблемам, представляющим, как в таких случаях говорят, взаимный интерес на пространство холодокамблеи. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое.